Здравствуйте! В эфире аналитический обзор от Экономикс из ключевых новостей на российском рынке. Центральный банк продолжает санацию банковского сектора. 29 мая приказом Центрального банка были лишены лицензии еще три банка. Это Рисбанк, Айвибанк и Эркредитбанк. Индекс МВБ на прошлой неделе продолжил свое погружение. Говорить о восстановлении тренда можно лишь при закрытии уровня 1960 пунктов. Тем не менее, мы ожидаем, что в течение ближайшей торговой сессии продолжится рост индекса. Если говорить об акциях, в целом дивидендная тема сейчас остается актуальной. Советы директоров продолжают давать свои рекомендации. Главная интрига сейчас — это дивидендная политика ФСКС и Россетей. По Россетям поступают разочарующие новости. Говорят о том, что на дивидендную политику будет направлено порядка 2-3 миллиардов рублей из 144 миллиардов чистой прибыли. И это, естественно, отражается на котировках акций, которые на текущей неделе пошли вниз. Скажем прямо, это не те цифры, на которые рассчитывал рынок. Криптовалюты после небольшой коррекции продолжают свое внушительное ралли. На фоне повышенного интереса к криптовалютам Банк России предлагает идентифицировать криптовалюты как цифровой товар и облагать его налогом. Данное решение было поддержано всеми министерствами Центрального банка. Центральный банк находит, что объем оборотов криптовалют на территории Российской Федерации с каждым месяцем становится все больше. Поэтому необходимо регулировать данную сферу, чтобы контролировать риски и вводить определенные ограничения. Перейдем к глобальным рынкам. Тут тоже очень много новостей. 25 мая прошло заседание в Вене ОПЕК. Это очень значимое и ключевое событие для нефтяного рынка и, в принципе, для всего мирового финансового сектора. Члены ОПЕК договорились продлить действия соглашения о сокращении добычи нефти еще на 9 месяцев до конца марта 2018 года. Как мы предполагали ранее в нашей программе, официальное решение ОПЕК не сильно сказалось на нефтяных котировках, так как данные ожидания уже были заложены в цены и, в принципе, перед заседанием котировки выросли примерно на 10%. После него, даже с учетом того, что соглашение о сокращении удалось достичь, котировки упали почти на 5%. Стоит отдать должное группе ОПЕК+, в которую входит также Россия. Они нашли оптимальное решение для себя. Сейчас для ОПЕК не нужен бурный рост. Это будет способствовать добыче в США, но и не нужно резкого падения. Нужна стабильность, нужно сбалансировать рынок. Это ОПЕК+, в принципе, и сделали. Хотелось бы отметить, что с момента заключения сделки по сокращению добычи нефти, США нарастили добычу нефти на 0,5 миллионов баррелей, Россия сократила на 0,3, а страны ОПЕК сократили на 1,2 миллиона баррелей в сутки. Если говорить о рублей, то, опять-таки, необходимо обратиться на нефтяные котировки. В целом, влияние результата встречи в Вене считаем позитивным фактором. Сильного роста российской валюты ожидать не стоит, так как Центральный банк может также вмешаться. И он уже объявил о возможной покупке валюте на рынке. Крупные игроки предсказывают ослабление рубля к концу 2017 года. Консенсус прогноз вы сейчас видите у себя на экране. И он выглядит следующим образом. Третья новость – это рост мировой экономики находится под угрозой. МУДИС, инвестиционное рейтинговое агентство, снизило кредитный рейтинг Китая с рейтинга А1 до АА3. Вследствие ожидаемо ухудшения финансового положения из-за проблем с внутренним долгом и торможением экономики. Рост ВВП стран ОСР, в первую очередь США, Франция и Великобритания в 2017 году, резко замедлился с 0,7% до 0,4%. Если говорить о других новостях, сегодня в пятницу должен выйти отчет по рынку труда США за май. Стоит обратить внимание, так как данная статистика повлияет на монетарное регулирование со стороны ФРС США, которое в скором времени проведет свое заседание. NASDAQ в очередной раз переписывает исторические максимумы. Рынок фондовый США растет, продолжает расти. В течение ближайшей недели ожидаем уход на уровень 6150 пунктов по этому индексу. Ну и напоследок интересный факт. На экране вы сейчас видите портфель Уоррена Баффета, его фонда Berkshire Hathaway. На сегодняшний день портфель выглядит следующим образом. Стоит обратить внимание на отдельные позиции. Ну и для общего понимания диверсификация это всегда показатель долгосрочного инвестирования и рационального подхода к оценке акций на рынке. На этом передача подошла к концу. Оставайтесь с нами. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова